Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Моему супругу звонит бывшая очень часто, у них есть взрослый ребёнок, звонит чаще, когда мне не дома, зная почему-то мой график работы и подстраивая под это звонки. Звонит мне очень ближе к полуночи, заметила, мужа говорила, но он отмазку сделал, что по делам. Вижу, что звонки повторяются, что делать, как сохранить отношения и в то же время, как с этой ситуацией быть. Что происходит между ними в разговоре, я не знаю, но разговор бывает и по 40 минут с глубокой мелочью, с ней лично не знакомо. Вопрос задаётся анонимно, соответственно, поэтому обращаться я буду как аноним, то есть к человеку как к анониму. И первый вопрос, который возникает у меня, когда читаю ваш текст, да, каким образом звонки и разговоры, в принципе, могут угрожать вашим отношениям, то есть какие проблемы в ваших отношениях есть, что вот эти разговоры могут как-то на них повлиять. Вот это первый вопрос, потому что если в отношениях всё в порядке, вот, то ну не разручит их подобные разговоры, никак не разручит, то есть как бы супруг-то с вами и живёт с вами, вот. С бывшей он только разговаривает по телефону и всё, и то с её инициативой, суть по всему, вот. Так что, каким образом, ну вот, каким образом эти разговоры могут разрушить ваши отношения, не ясно. По крайней мере, пока не ясно для меня, потому что вы об этом ничего не сказали. Вы об этом ничего не рассказали. Дальше. Смотрите, смотрите, следующий момент. Вы говорите, а моему супругу звонит бывший очень часто, в некий взрослый ребёнок. Как вы относитесь к этому взрослому ребёнку, не вызывает ли у вас это ревности? Когда бывшая начала звонить вашему мужу, то есть, ну, вот. Что это было за время, когда это произошло, когда это начало происходить, скажем так. Это очень важный момент. Дальше. Звонить чаще, когда меня делали не дома, зная, почему-то мой график работы, и подстраивая под это звонки. Здесь момент. Как бы, вы говорите, зная, почему-то мой график работы, почему, то есть, ну, вот, откуда она могла бы узнать ваш график работы. Думаю, что здесь, в принципе, все всё понимают. Звонит ночью, ближе к полуночь, заметила, мужу говорила, а чего заметили и чего говорили мужу, то есть, как бы, ну, что здесь говорить мужу, то есть, ну, вот, что здесь можно вообще сказать мужу? То есть, ну, там, ну, звание человека, и, как бы, то есть, что вы заметили, что вы сказали? Почему муж почувствовал необходимость обрадоваться перед вами? Вот, это тоже достаточно важный элемент, да? Вот, он обмазку сделал, что по делам, вот почему, почему ему нужно было именно обмазываться? Видишь, что звонки повторяются, откуда вы это видите, как вы это видите, что делать, как сохранить отношения, почему, ну, об этом я уже спрашивал, да? Вот, в то же время, как с этой ситуацией быть? Вы на неё, на эту ситуацию, как ты реагируете? Ну, вот, скажем так, вот, вы на, ну, вот, ну, вы на эту ситуацию, да? Как ты реагируете? И, на мой взгляд, нужно разобраться с тем, как вы на неё реагируете. Ну, вот, конкретно. Конкретно, как вы на неё реагируете? Вот, каким образом вы на неё реагируете? На, ну, на эту ситуацию, в целом. Вот. Понимаете? Это важно, потому что, если, допустим, если, допустим, вы ревнуете, да? Ну, к примеру. К примеру. Если вы ревнуете. То, мне кажется, что об этом нужно, ну, об этом нужно поговорить, если вы ревнуете. Вот. Таким образом, как вы описываете это, да, не совсем понятно, какие чувства у вас, ну, вызывает эта ситуация. То есть, одно дело, если вам она просто не нравится, например, потому что у вас ценности другие. Ну, как бы, да, вот, свои ценности у вас, например, это один момент, один аспект. И, ну, в общем и целом, и в целом, совсем другой аспект, если это вызывает у вас какие-то рэкетные, рэкетные чувства, да, вот. Вроде, ну, вроде какого-то негатива и так далее. Тут, как бы, нужно разбираться, вот. Поэтому, мне кажется, по крайней мере, я бы, вот, на этом обратил, обратил бы ваше внимание, ну, как минимум. Вот. Чтобы, может быть, ну, в себе разобраться, да, в первую очередь, вот. Разобраться в том, например, что вы чувствуете к мужу своему, вот, ну, вообще, в принципе, что вы, чувствуете к нему ощущаете, да, вот, как вы чувствуете его, чувствуете ли вы его вообще, вообще, вот, и так далее. То есть, как бы, это, вот, ну, такой, знаете, немало важных моментов. Поэтому, вот, хотелось бы, обратить, ну, обратить ваше внимание на данный аспект. Вот. И хотелось бы, чтобы вы, вот, как-то были здесь, ам, к себе повнимательнее. Вот. Чтобы не просто, вот, думали, что, ну, вот, сейчас, ам, значит, ам, сейчас, ам, сейчас, ам, она, вот, перестанет звонить, например, и все, и вся проблема решится сразу. Вот. Чтобы такого не было. Вот. То есть, мне все-таки кажется, что, ну, вам необходимо, вот, с этим разобраться в первую очередь. А дальше уже, смотрите, как вы можете действовать. То есть, ну, вполне вероятно, да, как бы, ну, вполне вероятно. А что, вы могли бы не устраивать, как бы, ну, охоту на ведьм, так скажем. Вот. Вот. А вполне вероятно, что вы могли бы, там, допустим, эм, сказать ему уже о том, как для нас эта ситуация выглядит, например, да, рассказать ему о своих, там, допустим, переживаниях о своих страхах и так далее, да. Вот. Это было бы всяко эффективнее и лучше, чем то, что вы делаете сейчас. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, да, опять же, на мой взгляд. Вот как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.